Господу Богу всемогущему, вся слава и хвала, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Ни в ком он у меня нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только в Иисусе Христе есть наша жизнь, только Он есть путь истины и жизни, и ни в ком он у меня нет для нас спасения, исцеления, освобождения. Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же, Он и сегодня освобождает, Он и сегодня исцеляет. И сегодня, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, когда миллионы христиан, православных, грехкатолических, протестантских христиан, вспоминают рождение Мессии, Рождество Христово, сегодня продолжается, сегодня 9 января 2012 года, я хотел бы, как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я хотел бы коснуться одного очень важного вопроса, одной очень важной даты, которая сегодня вспоминается. Сегодня, я уже сказал выше, 9 января. Я думаю, о многом эта дата говорит. Многие из нас сегодня, слышав само 9 января, вспоминают очень страшные события, которые на Руси, в нашей истории с вами, российской истории, называют кровавым Рождеством, или же чаще всего даже кровавым воскресеньем. Да-да, именно кровавым воскресеньем, именно о кровавом Рождестве я хотел бы сегодня и поговорить. В общем-то, это, кажется, тема не совсем праздничная, и я не боюсь, что это будет даже некой такой ложкой дегтя в бочке такого меда, знаете ли, праздничного. Но чего греха таить? Об этом надо говорить. Я думаю, когда церковь в лице своих священнослужителей говорит правду, историческую правду, я думаю, что это признак не слабости, а наоборот признак зрелости, силы. Я думаю, что нам надо знать свою историю, и знать ее надо библейски. Дело в том, что очень часто исторические многие факты, они преподносятся совершенно нам не библейски. Вспомните, те, кто учились в советской школе, я учился также в советской школе во время безбожного Советского Союза, или безбожного, может, режет слух многим, но по-гречески атеистического, хорошо, безбожного, атеистического такого Советского Союза, который существовал десятилетия, и несколько поколений выросло в безбожии. Это новая общественная формация, какой никогда раньше в истории человечества, сколько существует человек на земле, не было, не существовало. Это был дьявольский эксперимент над человечеством. Просто-напросто, как некие собачки Павлова, миллионы людей взирали на атеизм, на идеологию, человеконенавистническую идеологию коммунизма, атеизма, и нам говорили, что Бога нет, не было и не будет. Нам говорили ложь, и в этой лжи вырастали поколения за поколением. Я застал, как и многие из вас, распад этого безбожного Союза. Господь Бог Всемогущий вмешался, миллионы христиан по всему миру, и в том числе в Советском Союзе молились о падении этого безбожного монстра, и он пал. И сегодня, уже в постсоветское время, хотя, как говорится, цирк уехал, остались еще те мечтатели, что пытаются возрождать Советский Союз, но ничего. Господь, Он судья праведный, и Он воздаст каждому по делам нашим и по нашим поступкам, и хочется, чтобы люди просто-напросто покаялись в этом безбожии, и сегодня, чтобы как можно меньше было атеистов на нашей земле, чтобы как можно больше людей обратились к Богу от всего сердца. И сегодня, уже в постсоветское время, казалось бы, вырастает уже новое поколение, не видев ужаса коммунизма, не испытав гонений. Сегодня христианские церкви, православные, протестантские, католические, собираются на богослужение, люди приходят на богослужение, и не опасаясь КГБ, милиции, которая раньше в советское время бросала в застенки, в психушки, в Сибирь. И, в общем-то, сегодня, казалось бы, во время свободы пришло время уже и забыть, как бы, советский ужас, но сегодня надо об этом снова поговорить, как ни странно, касательно именно 9 января. Вы скажете, ну что, почему 9 января? Ведь 9 января – это событие, которое было до еще коммунизма, еще в царской России. Да-да, друзья мои, есть причинно-следственная связь, прямая причинно-следственная связь. Просто так, говорят, прыщ не вскочат. Иисус Христос говорил об этом примерно так, что Он говорил в Евангелиях, написано, что волосы на голове и то все сочтены. У меня под клобоком все эти волосы, они тоже сочтены, у вас они тоже все сочтены. Даже птицы малые, нам кажется, ну, воробушки какие-то пролетели, допустим, улетели, почерикали, но даже малые эти птицы, они все сочтены. Песчинки, звездочки на небеса – все сочтено у Господа. И просто так ничего не бывает. Есть причина, есть следствие. И, господа, братья и сестры, скажу, что 9 января 1905 года, прошло уже больше 100 лет, да, но тогда произошла страшная трагедия, аналога которой не было в истории российской. Сегодня об этом мало вспоминают, к сожалению, очень мало кто говорит, и священнослужителей, православных, в частности, священнослужителей. К сожалению, очень мало говорит кто об этом. Если вспоминают, то вспоминают как о неком недоразумении. И, в общем-то, да, порой, скоро на таком недоразумении, знаете ли, как о неком темном пятне в истории царствования последнего государя императора Николая II. Чаще всего вспоминают об этом событии атеисты, безбожники, коммунисты сегодняшние, по такая вот, говоря, вот-вот, указывай нам, церковникам, религиозникам, как бы, вот, священнослужителям, говоря, вот, смотрите, что, значит, происходило тогда до революции. Да, друзья мои, чего греха таить? На нас, на православных, лежит очень страшное проклятие. Собственно, коммунизм мы принесли на эту землю. Хотя православная церковь, как и другие динаминации и христианские конфессии, пострадали в годину коммунистических репрессий, но для нас, в отличие, допустим, от протестанских церквей, католических церквей, для нас это было не, знаете ли, не просто чем бы то ни было другим, а не просто испытанием тяжелым. Да, в чем-то и тяжелым испытанием, гонением, но в большей степени, я считаю, это было карой божьей. За наше религиозное безбожие, за наше самодержавное безбожие, православное самодержавие, которое существовало, паразитировало на шее народа тысячелетия фактически, и, в общем-то, привело страну к краху. И это ужасно. Коммунизм просто так, знаете ли, тоже как прыщи не вскочит. Призрак бродил этого ужасного демона. Эти бесы ходили по Европе. Помните, как в манифестском партии начинается, с чего начинается? Начинается со слов. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. И вот этот призрак, он ходил по Европе, но не нашлось там ему места, потому как, как и любому другому бесу, тем более такому огромному бесу, дьяволу, ему нужно было место безводное, бесплодное. Ему нужны были пустыни духовные. И такой пустыней из себя представляла духовная Русь, Российская империя, в частности, тогда именующаяся Российской империей. Безбожие просто-напросто потрясает воображение. Вспомним Достоевского хотя бы, Федора Михайловича, который прочески, как бы, очень многие вещи написал. И он же в своих последних уже словах в своей жизни, подотаживая свою жизнь, свой опыт изучения души русского народа, он сказал, что русский человек по природе свой атеист. И он прочески, как бы, указал, что если когда-нибудь идеология атеистическая, атеизм однажды безбожие станет на земле, как бы, процветать, то это благодаря, как раз, русскому народу. Так и получилось, потому что именно на плечах русского народа, на плечах православного народа, атеизм, коммунизм, безбожие пришло во многие страны. И это ужасно, конечно. До сих пор во многих странах бывшего безбожного Советского Союза вспоминают с ужасом, что сделали русские люди, принеся коммунизм, принеся атеизм, безбожие, убеждая людей других народов, другие народы убеждая в Советском Союзе, что Бога якобы не было и нет вообще. Это ужасно, конечно, что дьявол использовал потенциал, огромнейший потенциал русского народа для своей человек-ненавистнической коммунистической идеологии. Но сейчас даже не об этом. Друзья мои, о том, что было до того, как коммунизм перешел на нашу землю. Дело в том, что последний русский царь, Николай II, имел очень серьезную оккультную проблему. Сегодня из него пытаются, из кожи лезут вон религиозные и политические мифотворцы, пытаются создать культ нового, некоего святого, нового Николая Угодника, такого знателя, мученика, и даже называют русской голгофой, то, что произошло там в Екатеринбурге, я имею в виду расстрел царской семьи. Говорят о крови царской, которая была пролита за Россию, о мученичестве. Это, конечно же, все демагогия, религиозная болтовня и ничего общего с истиной не имеющая. Лишь кровь Иисуса Христа, она была принесена за всех нас. Лишь через кровь Иисуса Христа. Ни кровь царя, ни кровь какого другого мученика, ни кровь миллионов мучеников не может нас спасти, не сможет наши грехи омыть. И мы нуждаемся лишь в крови Иисуса Христа, непорочного чистого агнца, который пролил свою кровь за всех нас. И ужасно, что сегодня многие митрополиты, епископы, архиепископы, священники, дьяконы, монахи, монахини, прихожане храмов заражены этой очень страшной царской инфекцией и этим, знаете ли, религиозным мракобесием. И, извиняюсь, дорогие друзья, сегодня пришло время этот миф разоблачить, потому как, как и всякий другой культ, культ Николая II, он способствует именно тому, чтобы христиане взирают не на Иисуса Христа, а на кого-то другого. На умершего святого, вот Николая II, допустим, на каких-то других святых умерших. И сегодня мы должны молиться только лишь Господу. Я думаю, в тезисах православного обновленчества современного, в тезисах Украинской реформаторской православной церкви это очень хорошо отражено. Я имею в виду в особенности последние 100 тезисов Третьего Поместного Собора Украинской реформаторской православной церкви. В этих 100 тезисах, во-первых, было расширено ведение реформации православной церкви, которое было дано еще на Втором Соборе УРПЦ в 2003 году, там же в Киеве. И в Киеве же проходил Собор в 2008 году, который выработал 100 тезисов. И в этом году, наступившем в 2012 году, в августе месяце, мы на преображение Господня, мы планируем собраться на очередной, уже четвертый Собор Украинской реформаторской православной церкви, на Собор православного обновленчества. В пользу случаем я снова и снова приглашаю всех православных, протестантов, католиков, очень разных христиан и верующих, неверующих, разных людей, всех, кому интересно вообще, что сегодня происходит в церкви, и все, кто ищет Бога, и в особенности, конечно, кто любит Господа Иисуса Христа, это в первую очередь приглашаю на это очень важное собрание, на это очень важный Собор. Так вот, друзья мои, да, и более подробно вы можете все узнать на нашем сайте alivechurch.info, живаяцерковь.info, и касательно 9 января, скажу, что Николай II задолго до этой роковой даты, ну, собственно, с самого начала своего, имел оккультные проблемы, а именно первый пример такой, хочу привести очень важный такой, это спиритический сеанс, с которого начал свое правление Николай II, это, я так понимаю, первый русский царь, который начал свое правление в Российской империи со спиритического сеанса. Доктор Пайнос был вызван во дворец в Петербурге, и Николай II беседовал как бы со своим покойным батюшкой, со своим покойным отцом Александром III. Конечно же, это был не Александр III, это был дьявол, это были бесы, но Николай II наивно принял все это за голос с того света, и, я так понимаю, строго следовал определенным инструкциям. Он стал фаталистом, изменился, его проследовали галлюцинации всевозможные, медики уже задумывались над тем, и придворные, что молодой царь не в состоянии будет управлять страной, одержимый просто-напросто больной психический человек. Придворные подыгрывали одержимому царю молодому и смахивали паутину с пауками, которые везде меречились молодому царю. Потом все это списали на последствия удара головой о палубу, на нарыв, который был у него, который оперировали на голове. Но, я скажу, непростое совпадение, что именно после спиритического сеанса молодого царя стали преследовать кошмары, видения, и его, вот это вот, знаете ли, после операции состояние, он был не дурак, он был не псих, он был одержимый человек. И он, видимо, отдавал отчет, что с ним происходит, но как волна убиения просто шел на эту бойню. Он стал фаталистом, и когда смерть была рядом, все вокруг были в ужасе, в шоке, но он олимпийское спокойствие выказывал, чем очень сильно удивлял современников. Он был фаталистом, он знал роковую дату своего конца, и, в общем-то, страшно, что за грехи этого царя пострадали дети. В общем-то, можно предполагать, что, вероятнее всего, его жена, значит, Алиса, она же Александра Федоровна, последняя русская царица, еще в Дармштадте, заразившись, пристрастившись, будем так говорить, точнее, к спиритизму, к оккультизму, сыграла здесь очень такую роковую роль, ведя в искушение царя молодого русского. И, в общем-то, ну, так или иначе, но и он, и она, и Александра, и Николай были в сети у дьявола, были на крючке у спиритизма, и, в общем-то, дальше было все вопросом лишь времени. И почему я такую предысторию рассказываю, это очень важно, на мой взгляд, понять, что же было 9 января, что же произошло на самом деле, не то, о чем нам говорили учебники, и порой и сейчас говорят в школах, знаете ли, вводя в заблуждение, но что же было на самом деле, что, почему 9 января 1905 года, это одна из самых страшных дат историй России, и она роковая, вот в нашей новой истории, самая роковая, даже не 17-й год, я считаю, а именно 9-й год, 9, извиняюсь, 9 января, именно 5-й год. И вот, господа, дорогие братья и сестры, интересный факт, что царь Николай II, после спиритического сеанса, он продолжил дело своего отца, безбожие, которое его отец совершал, антисемитизм, которым была просто-напросто поражена Алиса Александра Федоровна, в ее лексиконе, самое страшное ругательство, насколько помнили придворные, в своих воспоминаниях было слово еврей, это ужасно, что антисемитка заняла престол русский и была женой последнего императора, но, в общем-то, Николай II далеко от нее не отстоял, он также был в курсе всех этих погромов, однако же приветствовал и спонсировал эти погромы, и черносотенцев, и прочая мерзость, которая тогда совершалась, протоколы сионских мудрецов были при нем уже состряпаны, и, в общем-то, церковь русская тогда, к сожалению, возглавляла, по сути, с легкой руки Николая II, весь этот процесс, черносотенский процесс, и было не так много здоровых сил, к сожалению, в русской церкви тогда, но они, даже эти здоровые силы, пусть небольшие, но они не могли реализоваться, потому что гнет царского самодержавия не давал церкви возможности именно открыто заявить этим здоровым силам о своей позиции библейской, но сразу после падения безбожного самодержавия, православного в 17-м году поднялось обновленческое движение, это те здоровые силы вышли на поверхность, просто-напросто наружу, из глубин церковных, из-под прессинга этого вышли, и, начиная уже с 1923 года в храме Христа Спасителя в Москве проходил собор, второй поместный собор русской православной церкви, первый такой обновленческий собор, обновленчество уже сформировалось и как бы материализовалось, показало свою программу для уже всех народов, слава Богу. И, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, Николай II в чем продолжил дело своего отца, Александра III, какое безбожие он продолжил? Преследовать евреев, во-первых, антисметизм, это является проклятием в истории, ну, главным, наверное, проклятием в истории христианской церкви и православия именно в частности, в этом нам нужно кавиться, и об этом я говорил, и говорю сейчас немного, пусть, но и буду говорить еще, даст Бог, я запишу еще об этом ни одну, ни две программы, посвященные именно в проблеме антисемитизма и покаянию в антисметизме, в ненависти к евреям, и сам Господь Иисус Христос пролил свою еврейскую кровь за всех нас, евреев, неевреев, и неважно, кто мы по национальности, Господь Иисус, Он простирает руки свои для каждого из нас, слава Богу, слава Иисусу Христу, и ни в ком он у меня нет спасения, это я это подчеркиваю, потому как никто не может положить другого в основание, кроме положенного, который есть Иисус Христос, слава Богу. И, дорогие друзья, что еще совершал безбожного Николай II, продолжая дело своего отца? Он стал еще более жестоко, даже чем его отец, преследовать евангельских христиан, то есть тех братьев наших, что не разделяли уже многие православные ереси, заблуждения, допустим, они не хотели уже молиться за упокой, они не хотели молиться Богородице и другим умершим святым, и ангелам, они, их глаза уже были открыты на то, что молиться нужно только лишь Богу, а никому другому, они хотели, многие из них хотели креститься по вере в Иисуса Христа, то есть они хотели уже жить в согласии с тем словом, которое дал Бог, а не человек. И это герои веры, которые рискуют своей жизнью, значит, очень часто погибали, многие из них, под пытками, и, значит, в 19 столетии, допустим, забивали насмерть, значит, царские жандармы, палачи, монахи, таких христиан, к сожалению, было очень много случаев подобных, и Сибирь была полна вот таких высланных христиан, но Николай II решился на то, чтобы, будем так говорить, все христиан, таких евангельских, мыслящих, библейских, верующих, вообще выслать за полярный круг в концлагеря, в общем-то, это очень такая страшная история, о которой я тоже говорил в лекции своих, можете мои лекции прослушать по истории христианства, в частности, неизвестная история церкви в городе Благовещенске на Амуре, там в библейской школе новое поколение, я об этом говорил очень подробно, вы можете это все в интернете посмотреть, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите, это очень обогащает, эта информация очень назидает, и вы узнаете о том, что, как раз правду, узнаете о том, что концлагеря придумали не коммунисты, и не фашисты, которые от коммунистов научились этому безумию, но мы православные, и для кого? Для своих же братьев, для евангельских христиан, для тех христиан, что не разделяли наши заблуждения, суеверия, колдовство, религиозное, православное, и, в общем-то, для евангельских, настоящих, библейских, мыслящих христиан, и автором проекта, первого концлагеря на земле в истории человечества был метрополит Милетий, Рязанский, сегодня, это ужасно, я думаю, некоторые из вас уже мои лекции прослушали, вы знаете, о чем я говорю, но тех, кто не знает, я думаю, вы ужаснете сейчас, узнав следующую информацию, послушайте, Милетий, метрополит Рязанский в конце 19-го столетия проект свой представил, и были продуманы ряды колючей проволоки, бараки, значит, рацион питания, места были самые гиблые продуманы для этого всего, и, в общем-то, проект был принят единогласно, только вдумайтесь в это, друзья мои, единогласно был принят проект уничтожения сотен тысяч российских подданных, вышедших или выходящих или желающих выйти из православия, это было в конце, я подчеркиваю, 19-го столетия, а именно 1896-й год, в городе Казани, на миссионерском съезде православного духовенства, там были не только священнослужители, не только митрополиты, архиепископы, епископы, миссионеры, священники, пасторы там православные, но там были и генералы, адмиралы, там были чиновники, члены не только Синода, но и Сената, и это было самое высокое собрание, от глаз подальше, от столиц обоих подальше, в Казани это было проведено, но Господь усмотрел, что попали журналисты на это собрание, французы, американцы и паспортами русских дворян, и, в общем-то, Бог использовал это все для того, чтобы правда это была узнана мировым сообществом, и американский конгресс заявил протест, тогдашний президент, 25-й президент США, Уильям Маккинли, он спас жизни сотни тысяч российских подданных, христиан, которых хотели упрятать в концлагерях на уничтожение, медленное, но верное уничтожение, выходом из концлагерей было лишь только принятие православия, я более подробно расскажу еще об этом, сегодня я хотел бы говорить все-таки более о 9 января 1905 года событий, и к этому сейчас буду идти уже, так вот, о концлагерях и о митрополите Милетии, который объявлен святым русской православной церкви, это ужасно, конечно, канонизирует таких современных чикатило, религиозных, знатели, митрополитов Милетии, таких как Геннадий Новгородский, Иосиф Волоколамский и прочих негодяев, мы уже канонизировали, теперь пришло время деканонизировать, слава Богу, отказаться от этого мрака, и, друзья мои, не состоялась Омановская такое, знаете ли, злобная затея Николая Второго, потому что Уильям Маккинли и Конгресс США заявили о том, что объявляется блокада России, и, в общем-то, Россия теряла своего союзника, и, в общем-то, не пошел на конфликт с мировым сообществом, тогда Николай Второй, он хотел выглядеть человеческим лицом, как бы, перед всем миром, накануне войны уже, и, но что произошло, 9 января замышлялось большое шествие рабочих, жителей Петербурга, на молитву за Россию, на молитву покаяния и примирения, Николай Второй, русский царь, обещал выйти к народу и вместе молиться за Россию, люди праздничные оделись, они взяли хоругви, взяли иконы, ну, они так верили, поэтому они так и взяли все это с собой, портреты царские, пели гимны, пели рождественские песни, потому что это же церковные песни пели, народные рождественские песни пели, патриотические, Боже, царя охрани и прочее, потому что это было празднеством, Рождество было в разгаре, и никому в голову не приходило, что царь сделает кровавую бойню тогда, и шествие было официально одобрено, Николай II одобрил это шествие, и вывесили царский штандарт, значит, над дворцом, министр внутренних дел оговорил это шествие, полиция сопровождала с обоих сторон эту колонну демонстрантов, значит, шествующих на такое христианское мероприятие, это было христианское мероприятие, там были безбожники, были эсеры, порядка трех тысяч человек, но это было каплей в море, потому что рабочих, которые вышли на именно христианскую демонстрацию и на молитву за Россию вместе с царем, было более 150 тысяч человек, 150 тысяч человек, я не говорился, это в то время, представьте себе, друзья мои, больше 100 лет тому назад, Россия не видела никогда таких шествий огромных, и плюс еще многие взяли с собой жен, свои детей, свои взяли, празднично все были одеты, потому что никто же и не рассчитывал, что будет что-то страшное, ведь царь одобрил все, и царь был на месте, хотя его не было на месте, он дезертировал, он бежал постыдно, царький штандарт остался висеть, значит, то есть его приказ был, следующее, расстрелять эту толпу, просто убить, как можно больше этих людей, безоружных, невинных людей, даже безбожники не решились на подобное бы, даже атеисты не решились на подобное, даже коммунисты порой были честнее, СССР, в частности, я имею ввиду, даже СССР, участвуют в этом шествии, они накануне провели съезд своей партии СССР, им было решено в избежании провокации, всевозможных отказаться от всякого насилия, свои лозунги они приготовили с собой, конечно же, революционные, но они, значит, не взяли с собой оружие, потому что это была мирная демонстрация, официально одобренная, никто не думал, что будет что-то страшное, Но Николай II вызвал войска накануне тайна, армии раздали боевые патроны, армия стояла против демонстрантов, люди были просто в шоке, почему полиция вышла вперед, чтобы вести переговоры, в чем дело, почему запрет, но армия открыла огонь, эти головорезы, ну, такие, знаете, как бы тогдашние царские ОМОНовцы, которые мать родную убьют, глазами оборнут, вот ничего святого у них не было уже, пропитые и безбожные православные эти войска, они открыли огонь по населению, православным христианам обычно, которые шли с иконами, с крестами, с хоругвами, по полицейским, погибло много полицейских офицеров, и высших офицеров, полицейских в том числе, значит, и погибли рядовые постовые полицейские, жандармы, которые сопровождали колонны демонстрантам, потому что армия стреляла по всем подряд, погибло много рабочих, женных, детей, вдавки давили раненых, многие погибали позже, потому что боялись обращаться за медицинской помощью, и, конечно, ужасно, что все это происходило, царь Николай, он был неадекватен, явно неадекватен, и здесь как раз вскоре после этого началась революция, по сути, потому что люди увидели, воочию увидели, что царь не хочет ни молиться, он не хочет поговорить с людьми, он не хочет выйти, он вроде бы дал шаг вперед, сделал к людям, к народу, и призвал к молитве, казалось бы, значит, давайте будем молиться вместе за Россию, но вместо молитвы прозвучали выстрелы, и он расстрелял душу народа, он плюнул в колодец, которого сам же пил, он плюнул в душу русского народа, и, в общем-то, это было ужасным его злодеянием, наверное, ну, одним из самых страшных злодеяний, после идеи концлагерей, наверное, это самое страшное злодеяние, а в истории нашего, в последнее время, это самое страшное злодеяние, потому что пришло время революции после этого, Россия была на перепутье, реформация или революция, была возможность, в то время была возможность, очень хорошая возможность, избрать именно реформацию, но царь выбрал, по сути, толкнул Россию к революции, И представьте себе, друзья мои, потом началась страшная бойня, многие рабочие подняли восстание, потому что разочаровались в царе, кто-то еще верил, кто-то не верил уже, потом была революция 1917 года, и безбожие коммунистическое пришло именно на нашу землю. Теперь вы, думаю, понимаете, почему именно призрак коммунизма, не найдя пристанище себе в Европе, за исключением отдельных там фанатиков, нашел просто толпы фанатиков у нас на нашей земле. Я думаю, теперь вы понимаете, почему суды божьи излились на нашу землю. Я думаю, многие из вас теперь понимают отчетливее, почему многие рабочие, крестьяне, всю жизнь проходившие в храмы, стали с энтузиазмом эти храмы ломать в советское время, 20-30-е годы. Я думаю, теперь понятно, почему нас постигает по сей день бич Божий, но пришло время покаяния, друзья мои. Сегодня, к сожалению, вместо покаяния и патриарх, ныне здравствующий Кирилл Московский, и митрополиты, архиепископы, епископы, то есть как бы генералитет Русской Православной Церкви, проще говоря, по-народному, митрополитбюро, как еще в народе порой говорят, не хочет каяться и, наоборот, прячет, как страусы, голову в песок. Но, я хочу сказать, для священников, епископов, пришло время каяться, для всего народа православного. Пришло время нам каяться и не к мощам обращаться. Пояс Богородицы привезли не так давно. Ужасно. Слава Богу, этого афериста, который привез этот пояс, посадили уже в тюрьму. И, в общем-то, многих других аферистов религиозно давно пора к ответу призвать. И, знаете ли, мракобесием просто-напросто занимаются очень многие священнослужители. Мощи, иконы чудотворные, пояса Богородицы и прочие мерзости совершаются. И в Украине, и в России. И все это вместо покаяния, вместо того, чтобы каяться и говорить Бог прости нас, мы еще усугубляем наше положение. Вот всевозможным язычеством, оккультизмом, спиритизмом всевозможным, обращением к умершим. В частности, к самому этому Николаю II. Ведь многие священники, в частности, в Екатеринбургской епархии, и в Москве, я слышал неоднократно, убеждают молиться Николаю II, его семье. Но, знаете ли, вместо того, чтобы говорить Господь прости нас, говорят о новой русской Голгофе. Вместо того, чтобы указывать на Голгофу, где провелась кровь Мессии, кровь Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Молитесь к Богу, обращайтесь к Богу от всего сердца. Я призываю православных реформаторов, обновленцев, священников, епископов, прихожан церквей Украинской реформаторской православной церкви, харизматической православной церкви, других обновленческих православных церквей, молиться в эти дни особенно за реформацию православной церкви. Если вы священнослужитель, епископ, священник, дьякон традиционной православии Украинской церкви, русской церкви, то, я думаю, пришло время тоже вам встать в ряды православного обновленчества. Но, если вы находитесь внутри своей динаминации, и вы уже многие вещи понимаете, о чем я говорю, о чем говорил выше, молитесь за свою структуру, молитесь за священников, епископов и за народ православный. И все-таки старайтесь указывать людям не на Богородицу, не на святых, а все разговоры о Богородице и о святых переводить к Иисусу Христу и указывать на Иисуса Христа. Подчеркиваю каждый раз, что ни в ком он ум нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог благословит нас, дорогие друзья! И сегодня 9 января, время молитв за Россию, время молитв за Украину, Белоруссию, другие страны бывшего безбожного Советского Союза, за другие страны бывшей Российской империи. Слава Богу, что в частности Польша, Финляндия, они нашли другой путь и вовремя отделились от безбожного, тогдашнего этого Союза, царского, павшего царской империи. И им больше повезло, конечно, чем нам. Но надо всем нам молиться сегодня, потому что и каяться. Пусть Бог благословит, дорогие друзья! И, конечно, хочется, чтобы сегодня истина Божьего Слова принесла свободу и правда историческая, чтобы дала нам правильное понимание того, откуда мы и что мы себе представляем, и куда мы идем. Слава Богу! Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья! Сегодня время реформации, сегодня время перемен. И помните, что Иисус царствует, Иисус Господь, и ни в ком он нет спасения. Слава Иисусу Христу! Аминь!